Но он всё прощал. Он говорил, что я люблю маму. И вот однажды на братском совете, это было в Житомире, его попросили, чтобы он поделился своей жизнью. Он встал и рассказал всю свою историю. И один пастырь в Житомирской церкви встал и говорил, Лёня, ты можешь выбирать себе любую сестру здесь, которая не замужем, в нашей церкви, и я тебя сочетаю. Он говорит, я не могу. Во-первых, я люблю свою жену. Во-вторых, если я её оставлю, она погибнет. Я очень часто помню, что мама вешалась, папа её снимал. Однажды он её вытянул с сарай, она была полностью синяя. И не было никакой надежды, что она выживет. Но я помню, как он молился, как он просил Господа, говорил, помилуй, она же пойдёт в ад, она же пойдёт в ад. И вот он мне делал искусственное дыхание и очень молился. И Бог дал ей жизнь. Я помню, как мы ждали папу с работы. Мама была пьяной очень часто, я её вообще не была дома. А у меня был старший брат. И вот мы вместе. И мы ждём его, ждём. А он мне говорит, Анечка, это так мы должны ждать Христа, как мы ждём папу. Пошли, приготовим кушать. Пошли, у нас много кушать не было, потому что мама всё пропивала. Она выносила, что можно было вынести из дома. Всё выносила. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова